Кто хочет кальянчика? Все под контролем У меня тут есть еще штропы какие-то такие Совсем китайские Совсем Довольно таки сраные, но Здравствуйте, мальчики и девочки У нас сегодня осень Довольно холодная, я в перчаточках Уже конец октября, потому что мы тянули с этой съемкой До последнего, конечно же Чтобы уже было хорошо и прочувствовалось То, что вода холодная, кругом туман И в целом Чтобы не было все так позитивно, как летом Потому что сегодня я В халате исследователя Сегодня у нас будет совершенно беспрецедентный выпуск Мы будем делать то, чего на планете Земля Не делал еще никто Это эксклюзив, я вам скажу Полный эксклюзив сегодня будет И сегодня Мы запускаем мотоцикл Амфибию с человеком на борту Вот, собственно, мой Мотоцикл, это мой Боевой эндуро, на котором я катаюсь В трипы каждый день И очень не хотелось бы его утопить Поэтому мы будем сегодня Со всей нашей старательностью Создавать из него плавающее средство Которое должно успешно преодолеть Вот, в данном случае, водную преграду в виде озера Ну, как пойдет дальше, посмотрим Может быть, это будет кругосветка по Тихому океану Или что-нибудь похожее Но, чтобы оно поплыло Нам надо, как минимум, озаботиться о баллонах И сейчас мы этим и займемся Так что погнали Я привез с собой баллоны, которые мне изготовили в местном центре нанотехнологий Собственно, это был спецзаказ Спецзаказ, оборонное предприятие Я даже рассчитывал, собственно, на бумажки с калькулятором Их точную Точный объем Который должен будет позволить Держать этот мотоцикл на плаву Выглядят они примерно вот так Как тряпочка Как надувные баллоны Их таких две штуки И сейчас мы начнем с того, что будем их накачивать Также очень инновационным способом С помощью выхлопной трубы мотоцикла Буквально за пару минут в гараже я собрал вот такой вот девайс Из обрезков садового шланга Он очень технологичный За ним, в принципе, будущее Я думаю, что он внесет большой вклад В развитие технологий на планете Да, такая достаточно сложная Инновационная штука Этот конец мы запихиваем в глушитель Как ни странно Вот этот шланг, он вообще идеально подошел полностью Как будто его создатели в далеком 70-м году Именно думали о том, что я буду с помощью глушителя накачивать им баллоны Вот А конец этого садового шланга, который уже, конечно, более поздний Он идеально подходит в ниппель баллонов Как ни странно Отлично все вошло Вообще просто как надо Так, заводим мотоцикл Вот и наш насос Накачиваю я это дело на холостых оборотах Потому что, если я поддам газку, мне кажется, что Газы будут очень горячие и могут расплавить или шланг, или сам баллон Но в любом случае это будет не очень приятно Так что на таком спокойно работающем моторе К тому же Есть четкий показатель Когда двигатель глохнет, баллон как раз таки уже накачан в принципе до нужной кондиции Он достаточно твердый И в нем создалось уже примерно нужное давление Вот она, вот она, происходит магия Главное помнить, что все, что ты делаешь в белом научном халате Это исследования Которые пойдут на благо человечества На благо планеты Но самое интересное, конечно, впереди Это когда мы увидим, поплывет это чудо или нет Если что, я с собой даже взял гидрокостюм Чтобы проводить спасательные операции По доставанию этой штуки со дна Но чертовски удобно, скажу я вам Не надо с собой тащить никакой тяжеленный компрессор Там вот эти все Гармонь, насос, лягушку Вот эту всю ерунду Просто взяли, подключились Я не знаю, насколько, конечно, это полезно для самих баллонов Потому что в охлопных газах куча всяких токсичных химических веществ И они попросту могут как-то повлиять на материал или на клей Но у меня не было времени гуглить Плохо это или хорошо Поэтому просто доверимся опыту джиперов Оу-е Сейчас закрываем ниппель И накачиваем уже с закрытым ниппелем До полной готовности Так вот Насколько это вредно для баллонов Мы уже узнаем в процессе Сколько они проживут с такой накачкой Вот этот моторчик уже чахнет Это значит, что практически мы накачали на 99% Еще чуть-чуть он заглохнет И это будет знак, что все Оп! Отлично Легкий дымок И мы готовы Осталось надежно закрепиться к мотоциклу И можно отправляться в наш водоплавающий путь Дальше у меня тут есть всякие тесемки Дешевые китайские Которые я нашел у себя в сарае Сейчас мы будем ими приматывать баллоны к мотоциклу Места крепления это будут, я думаю, что оси Потому что по центру тяжести Я так прикинул, особо без всяких там серьезных расчетов Что это примерно то, что надо Они супер надежные Их сделали китайцы на китайской фабрике И я уверен, что китайцы, когда их делали Они думали о том, что на них будет держаться на плаву мотоцикл А может и что-то посерьезней Человек, который мне их делал Он приделал здесь много креплений Вдоль всего баллона Чтобы они туда-сюда не дергались сильно Продеваем крепление Прокручиваем Максимально притягиваем И крепим передний конец Остатки троса Может быть тут где-нибудь закрепим Может быть когда-нибудь, когда водолазы приедут поднимать его со дна Им будет вот за этот трос удобно И у нас все в принципе готово к старту Баллоны закреплены Я надел на себя GoPro Так что все будет сниматься За всем проследим Меня немножко напрягает вот этот вот момент С ножкой переключением скоростей Здесь она так достаточно стремно замялась Но я сейчас попробую Вот сейчас он у нас стоит на нейтрале Сейчас попробую включить первую скорость Это не получается Сделать так, как моцик не двигается А вот все Есть первая скорость И в принципе первая скорость Я думаю это все, что мне надо сейчас Чтобы совершить заплыв Дальше уже можно На сцеплении И просто выключить двигатель Чтобы он лишний раз не крутился Мало ли что Гидроудар там всякая такая ерунда Не, ну я затонуть конечно не собираюсь Но техника безопасности И правила поведения на воде Надо всегда держать в голове, ребята Поехали Все готово Блин, я ногами не достаю до земли Ну господа Корвет уходит в небеса Ну кстати, я стою, пацаны Он не падает в бок Болоны держат Так Походу я почти плыву Но еще не плыву Но почти Не знаю, надо ли ногами держаться Ковырнется он или нет Немножко неустойчиво конечно Сейчас попробуем это дело Подковырнуть веслом Сцепление Ой Ну так Крен есть небольшой Не Веслом не хочет И есть крен Дай-ка я лучше все-таки слезу И как-то это сбоку Проконтролирую Ооо, пошла вода в ботинке Офигенные ощущения Слушай, ну как минимум Как минимум перетаскивать его так можно Самому по пояс раздевшись А вот поплавать на нем выйдет или нет Вот это блин конечно вопрос Но в принципе там нигде вода критично пока еще не попала Сейчас попробуем Походу я плыву пацаны Я плыву Блин, ну это реально интересное ощущение Когда ты плывешь На мотоцикле по озеру Меня даже уже ветром начало сносить Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа если честно перестраховался боялся кувырнуться как вообще устойчивость нормально я скажу блин как крейсер аврора стоит на воде практически я думаю можно ехать на рыбалку вашего нам конечно воды не насосал внизу я вот и за это я немножко переживаю мне как бы сложно сказать что там насосется по воде не насосется но в целом вот смотрите можно уже грамотно подплывать камушам там спиннинг доставать смотреть где там щучка сидит ну слушай ну стартер не под водой уже хорошо хотя ему достается а трубки могут насосать но будем надеяться на лучшее движок не успел особо прогреться он был холодный то есть он стоял как бы так но я сейчас попробую сделать маневр сделать еще кружок вообще единственное что мне не нравится в этой штуке она не сказать что очень хорошо идет она довольно таки о слушай но если конечно на этой штуке хулиганить то ее можно перевернуть но в целом довольно таки устойчиво сейчас попробуем выехать тогда если что можно тянуть кстати теника тросик хорош там пошла жара сейчас вот это треш кстати адреналинчик нормальный такой ну чё заехал выехал сексесс испытание прошло успешно и у нас второй второй научный подход чтобы закрепить так сказать эффект мы заводимся и пытаемся заехать воду попытка номер два с разбега не получилось что-то не хочет погнали ну вот заход с разбега правда у меня ай ты ёперный театр мэйдэй 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 у меня у меня зажало весло я положил как дурак весло под баллон баллон поднялся его прижало хорошо что есть трос да вопрос теперь как мне развернуться ща я буду грести ногой я грибу ногой как бы вообще вообще херня но ладно нам придется повторить еще третью попыточку я надеюсь баллоны там не порвались еще вроде выглядит нормально сейчас будем пробовать весло извлечем водрузим в нормальное место и повторим третью попытку итак у нас идет третья попытка чисто чтобы понять все нюансы и надо заехать как-то без особо без помощи ног в данном случае потому что в поездках в идеале и в сферических вакууме я не должен промочить сапоги должен въехать как король и выехать как король на другом берегу но сейчас мы это будем пробовать делать так произошел заход в воду ой вот это я зря сделал вот эту кнопку я зря нажал это просто конкретный фейл мне же еще и выезжать отсюда как-то черт ее подери кто придумал эту кнопку ее просто придумали дьяволы потому что если ты ее нажимаешь она больше о отжалась все нормально сможем выехать кстати есть небольшой крен на левый борт почему-то что-то видимо ремни может быть ослабли я сейчас уже мануально тут пытаюсь на правый борт его перенаправлять потому что мы немножко накренились но в целом он кстати подглыхает когда въезжаешь в воду мне кажется то ли от холода то ли от хрен знает чего то ли я струшу и спускаю но в целом нормально осталось чуть-чуть поплавать и выехать опять же этот крен есть вот ощутимо этот баллон стоит ниже другого но как говорится на скорость не влияет ну вообще конечно ощущение когда ты плывешь по озеру на мотоцикле это реально что-то новенькое вот совершенно такого еще не было как минимум у меня а может быть и ни у кого даже в принципе не было эпичненько эпичненько выходим на берег в Нормандии так ладно сейчас упремся тогда заведу оп уперлись мне кстати интересно он будет как-то колесом толкать мотоцик вперед пока он еще плавает сейчас мы это узнаем я кстати думаю что причина банальна в том что он от воды очень быстро остывает и надо было чок включить возможно это бы решило проблему а так в целом холостые ровные уверенные холостые все нормально держит даже раскручивается там на воде почему-то не хочет я думаю был еще холодный движок просто скорее всего ну ладно мы победили три раза заехали все найс разбираем конструкцию и едем отмечать домой ага едем капиталочку делать ну про что кстати идея ну что ребята DR плавает и он даже это делает достаточно стабильно и нормально я сам удивился и в принципе он вполне себе может преодолевать водные преграды в каких-то долгих поездках стоять устойчиво я думаю если я на него накину десяток-другой килограмм груза от этого сильно ничего не изменится потому что когда я на него залезал уже когда он стоял в воде в принципе баллоны держали настолько стабильно что мне даже не показалось что есть какая-то разница он с человеком или без это нормальная резиновая надувная лодка которая устойчивая и хорошая и в принципе что теперь осталось делать только придумать какую-нибудь поездку куда-то подальше в реально дикое место и испытать его уже там на полную катушку в реальных условиях с реальной целью ну а сейчас я пойду снимать баллон и выливать воду из сапогов и выливать воду из сапогов В общем, ребятки, девочки и мальчики, если вам понравился наш эксперимент, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, они нам пригодятся. До новых встреч! И надеюсь, увидите этот мотоцикл на баллонах уже в бою, в реальной ситуации, в диком лесу, и там он поведет себя так же позитивно. Чмоки, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok